Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1029. Событие дня. Евангелие от Луки, 18.8. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? За 10 октября 2018 года. 10 у нас было намечено вернуться. И видим благословение Господне. Заранее уже договорились, машина заправлена была, наша «Газель». Переписали документы на пользование машиной. И вот начали загружаться. Тем более Андрей уже ездил в город на своей. Подобная такая, брезентовая там, узов. Большую часть свезли туда, нынче урожай, везде. Давно такого не было. Ну и все, загрузились. У него пришла жена поехать в город. А места-то нету. Она зашла и стоит в сторонке. Я говорю, Ирина, ты потихоньку там открывай. И в уголок забейся сзади. А сзади-то я буду сидеть. Ну, там помогать мне будешь. А я везу три кошки, три котенка. И разбито на три группы. Три, чтобы не вышли, не выскочили. Все. Ну, загрузились. Поехали. Он назначил в девять. Мы в девять ровно выехали. В двенадцать мы уже были здесь. Я посмотрел, часы уже наполовину разгрузили. Семь минут первого. Три часа. Около тонны привезли продуктов. И тут оказался Болодя Пенкин. И помогать начал. Ну, все хорошо. И там все сделали. Все заперли. Наказы дал о голубях. Пшеницы еще дополнительные увезли. Там больше тонны, видимо. Ну, около тонны. Или даже больше еще осталось. Сколько. Ну, и запасной машины. Десять мешков пустых дал Игорю. Я говорю, тут отходы будут. И вот сюда заложить. Если надо будет, они возьмут. А у меня там сорок голубей. А тут-то я не знал, сколько приехал. А тут всего 24. Ну, еще там на выводе. Но они вряд ли это померзнут. Вот такое дело. Приехали Надежда Васильевна с нами. Тоже отдельно она. Все, что есть. У ней свой огород. Моя мама тоже всегда отдельно делала. Почему? Я хочу батюшке там помочь своему старообрядческому. Там бабушки к ней приходят. Это тоже. Она вольно как есть. Но мы теперь должны заботиться. Вот умерла дробот. Анастасия детям нужно там что-то морковь. Что у нас есть там? Ягоды разные, варенье. Сейчас будем снабжать, отвезти муки. Сахар боязно давать, потому что отец его может переправить на нехорошее дело. Ну, такое дело. И все, Господь благословил, все у нас есть. И когда уезжали, от компьютера у меня там работает, потеряем какие-то. Ну, я нарезал маленькие, как картоночки, твердая бумага. И на каждое написать, к проводам подвязывать. Володя начал подвязывать. Откуда мы вынимаем, в каком ряду, с какой стороны, какое гнездо, куда вставлять, каким концом. Приедем, здесь-то надо, а программисту звоню, а Иван не отвечает. А вечером только ответил, говорит, да тут запурхались, там работает они своя фирма. Один ногу сломал, а другой ушел в отпуск. И говорит, мне одному сейчас все приходится, по компьютерам, очень талантливый. Ну, я говорю, а мы поставили, заработало у нас. Ну, вот все, я говорю, ну, теперь только тут подсоединить, на мой перевести компьютер, не на другом компьютере, наружное наблюдение. Вот, а нужно? Ну, конечно, нужно, здесь храм наш. И вот так вчерашний день прошел. Как я собачку отвезли, тут даже в интернете спрашивали, а Шарик-то где будет? К Любе, к Минаевой, про нее тут ролик показал. Одна женщина, настоящий герой, одна одинокая. И всегда у них всякая живность наберет, телят там, две коровы, одна. Одна. Шесть пород разных куриц только, у нее индюки, там, цесарки, еще только не было. Вот. Повторяю, одна женщина. И дом приехала, потерявку построила. Вот так. Ну, я к ней Шарика привел. Вокруг там все прибрали. Конура у нее была, собачка по старости сдохла. А вот Шарик теперь у ней будет. Ну, и снабдил, там дал немного денег. Крупы всего там на молоко. И тут как раз кололи бычка. Я ей много требухи разные принес. Она его, чтобы запах-то был все-таки хищник. Ну, и вот наше объявление, почитайте. И вот наше объявление, почитайте. Весеннем хожу в храм. Раздаю визитки с вашими адресами. То, что вы дали мне и Володе. Правда, еще немногим. Еретикам, такими, как Александр Шемченко, Руслан. У них ролики на Ютубе. У Александра свой канал. Отсылаю адрес в Ютубе. Вашего общения с баптистами в Греции, о Единой Церкви Христовой. На днях дал две визитки православной Ирине. Не знаю по отчеству, приходила к нам на работу со страховой компанией, желающих застраховать. Когда рассказываю про вас, и глядя на меня, спрашивают, а вы не староверы? Я показываю на сайты православной визитки. Более достаю нательный крестик и говорю, что был крещен, троекратно погружен в воду, и назван именем Ездора. Но народ не просвещен, чтобы спросить, как, мол, так, таким именем крещеный-то. Да что говорить. После приезда от вас один раз покаялся и причастился у батюшки. Не возник вопроса о моем имени. То ли от безразличия, или же от его невежества. Еще раз низкий поклон всем вам. Спасибо вас, Христос. То есть Ездора, ветхозаветний книжник, священник, единственный неукоряемый из тех, которые так много сделали для еврейского народа, и вывел из плена людей, и храм построил, и вообще. И его нету в святцах, и во имя Ездора никого нельзя назвать. Ну вот о нас назвали, батюшка. Дальше пишет. Мир всем, дорогой учителем и наставник Игнатий Тихонович, драгоценный друг и брат во Христе Иисусе. Поздравляю вас с юбилеем 80-летия. Многое, многое, многое вам лето. Помню, люблю, ценю, благодарю, молюсь, беру в пример. Низкий, низкий вам поклон Екатерина Голубева. Она была в Потеряевке. Я отвечаю, день рождения вам не 10 июня. Тогда и будет 80 лет. Мы уже в городе, сегодня приехали. Амия с Игнатием Богоносцем думает. Елена одна пишет. Уважаемый Игнатий Тихонович, это завчарашие почты. Поздравляю вас с именинами. Пусть Игнатий Богоносец, ваш небесный покровитель, помогает вам. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть Господь вас бережет и Матерь Божия покрывает своими молитвами. Благодарю вас за то, что в свое время через ваш канал и меня заставили смотреть на все открытым оком. Слава Господу нашему Иисусу Христу. С уважением. Елена. Я ей отвечаю. Мой день рождения 10 июня. Назважаемый Игнатий Ростовского чудотворца. Один Евгений пишет. Игумен Петр... Да какое-то... Трапко. Игумен Петр Мещеринов. Говорит. А по поводу автокефалия я вот что скажу. Уже замучили. Выскажись. Да выскажись. На мой взгляд, это исключительно мое личное мнение. Правда. Проблема автокефалии и всего прочего в этом роде является интересной, по-своему важной, но все же несущественной. Несущностной. Подлинная сущностная проблема заключается в том, что современная православная церковная педагогика не приводит человека по-настоящему ко Христу. Это и мой личный опыт, и вывод из многочисленных исповедей пастырских бесед. Я могу со всей ответственностью сказать, что вот уже как 30 лет я всего себя всецело верил православной церкви, веря, что под ее руководством я обрету полноту богообщения во Христе. По мере силы, даже изо всех сил, я старался исполнять все, что она предписывает. Обещая это богообщение, погружался в богослужения, в церковный уклад, в монашеские правила, постился, следовал руководству духовника, считал, и не только считал, но и по возможности притворял в свою жизнь сочинение православных святых отцов. И на этом пути я получил только отрицательный опыт. Расстройство здоровья и внутреннее разорение. Вот скажу, что пишет Петр Мещеринов, игумен Данилова монастыря, Московского патриархата на сегодняшний день. Это вчера мне скинули его материал. Вот так же Григорий Петров говорил. Это автор, капец, а слава Богу за все. Вот это говорю я постоянно, то, что они здесь говорят. Притом это не один раз, не два раза. Антоний, митрополит Блюм, точно так же всегда говорил. И получил, говорит, только ущерб, исполняя сверх сил все предписания. Но у меня выход всегда другой. Тяжело, трудно, а я прошу Бога любви. Я люблю, и вот так это говорят, это граничит с нехорошим уже. Дальше. Это расстройство, это разорение и бесплодная потеря сил. Я с горечью осознаю это сегодня со всей ясностью. Необратимы и неисцелимы. То есть к апостольским временам православная церковь вернуться не думает. Господь по милости своей не оставил, не оставляет меня. Но пути, которыми Он ведет меня к себе, давно переросли в рамки той недостаточной, во многом неверной педагогики, которая предлагает ищущим Бога христианам современную православную церковную действительность. И вот это для людей – это настоящая трагедия и проблема. А как сказал мне один очень неуравновешен, неравнодушный к церкви человек, рисковатое высказывание, но все же приведу его в кавычки, какая институциональная церковность не приводит человека ко Христу, автокепальная или неавтокепальная. Да какая разница, что-то не приводит. По скрипту. Во избежание недоразумения, если говорить об интересующей всех теме, о нынешней ситуации, я совершенно не согласен с Константинополем. Вот я точно так же. Вся эта водивильная возня с бумажками 400-летней давности, как будто в юридической практике, коль скоро мы говорим о юриспруденции, пусть и церковно-то, не существует понятия срок давности, исторически сложившиеся явления, только подтверждает тезис, что исторически сложившееся православие и подлинная жизнь во Христе не совпадающие множество. То есть по многим пунктам, везде, и вот такое дело. Ну что, я говорил вчера, чем мы занимались. Тут вентиляторы поставили в церкви, дал разрешение, три вентилятора. На улице холод, а вентиляторы гонят. Вот вы что делаете? Вот так поговорил с тобой, Володя, пошел, заткнул. Сегодня должен Игорь тут что-то прийти пропенить, закрыть. Вентиляторы, так, когда лето, много людей, жарко. А зачем они зимой-то? Сырость разводить. Ну и наши ресурсы посмотреть не мешают. Что-то мой мир не совсем ладится. Вот исчезает, вот здесь вот надписи должны быть. Сообщения, ничего нет. Почему так, не знаю. Ну и православный форум. 1600 тем, вот как выглядит он. Ну и видеоканал. Православный видеоканал. Открытым оком о свете Библии. Подписчиков. 25 тысяч 323. Просмотров 25 миллионов 238 тысяч 272. Вот за шесть лет это все. Сейчас посмотрим, как обновиться еще. Ну все, пока ничего больше нет. И на этом конец. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...